но снова здравствуйте мы продолжаем майские праздники майские выпуски шашлычок съеден его нужно чем-то запить а запивать мы с вами будем второй бутылочкой лэп называется лэп белые или л.п. написано сделано в россии просто белая я решил перед тем как рассказать об этом пиве все-таки зайти на сайт и еще раз посмотреть что же компания очакова про него пишет а это напомнит компания очакова так вот и компания очакова пишет что светлое которое они делали там был использован хмель цветра и каскад но использовалось сухое охмеление и из-за этого как они пишут не чувствуется почти что никакой горчинки мне кажется довольно странно потому что мне кажется обычно на сухое охмеление добавляют чтобы специально больше ароматика чувствовалось ну да ладно не буду спорить с пивоварами и зачакова однако по поводу белого пива они пишут что это классической бельгийской нефильтрованные то есть в крафтовой традиции ну ладно не в крафтовой традиции но в пивной традиции это вид так называемый бельгийский вид хотя я пытаюсь подумать по идее же если она не фильтрован это это вид а если она фильтрованная то это блонд хотя блонд тоже бывает не фильтрованный возможно это блонд будем пробовать вместе с вами давайте открываем бутылочку так пока что очень ровненько была нотка сладости это вид это точно не блонд потому что здесь вот есть вот этот вот кукурузно-сладкий привкус я бы даже сказал что это не знаю наверное полный аналог хугардена вот я давно не пил хугарден но кажется когда я его бил то вот он был именно таким же в целом неплохо легкое пиво легкое пиво сразу очищает организм так сказать хорошо он после шестерка заходит такое слегка чуть-чуть десертное а я на самом деле хотел еще даже прочитать что компания пишет о нем итак в магазинах очакова появились сразу две пивные новинки американский лагер светлое и бельгийское нефильтрованное белое пшеничное кстати они пишут белое пшеничное хотя здесь написано просто белое пора узнать что придумали наши пивовары и почему они так влюблены в хмель они говорят что решили перезапустить бренд лэб я не знал что до этого лэб был бренд еще дополнительный послушали наших потребителей распространили их о вкусовых предпочтениях посмотрели что происходит на рынке пива и теперь готовы представить вам обновленный лэп в основе новой линейки два понятных массовому потребителю пива и да это не крафт сейчас все расскажем там бла 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 написано а холодное охмеление во я перепутал они пишут про холодное охмеление потому что часть хмеля добавляется не во время варки а позже на этапе дображивания и это значит уже после розлива такой метод позволяет насытить напиток ароматными веществами хмеля который во время варки улетучивается линолол сложные эфиры а вот из альфа кислоты отвечающие за горчинку в пиво на холодном охмелении наоборот не попадают в итоге получается очень ароматный напиток с минимальной горчинкой лэп белая пшеничная сварена в стиле бельгийского нефильтрованного пива с традиционными нотками пряности легкой кислинки и два различимой хмелевой горчинки давайте проверим легкая кислинка есть действительно вот эта вот цитрусоваясть она здесь немножко присутствует но самое интересное это цедра померанца которая дает напитку яркий цитрусовый аромат померанец также известен как горький апельсин часто используется в ликероводочных изделиях настойках и ликерах вот такие вот цветни от компании вообще они там пишут что рассказывают 6 фактов об этом пиве но не рассказывают эти 6 фактов мне кажется им нужно потрудиться немножко над текстами хотя пиво вполне себе они кстати заявляют что это 50-60 55-60 рублей в магазине вот и мне кажется что это для такой цены это отличное пиво вот такой вот рассказ про пивоварню очакова про ее новое пиво как обычно ставьте лайки пишите комментарии и вам всего хорошего пока пока